Когда уже надежды нет, и гол неизбежен, на помощь всегда приходит он, настоящий страж ворот, вратарь. Игра на волоске и без права на ошибку всегда приковывала к себе восхищенные взгляды болельщиков. С вами канал МакШоу, и именно сегодня вы узнаете о 10 непробиваемых вратарях, которые любой ценой готовы спасти команды в самой патовой ситуации. Не переключайтесь, будет интересно. Джан-Луиджи Буфон Многолетний страж итальянской сборной и туринского Ювентуса, Джан-Луиджи Буфон в этом сезоне решил бросить себе новый вызов и перебрался в ПСЖ, в совершенно новый для себя чемпионат. На протяжении всей профессиональной карьеры Номера Уна творил самые настоящие чудеса на линии вратарской и зачастую в одиночку был способен решить исход целого матча. Сейчас великому голкиперу уже 40, но он все так же является не только неприкасаемым авторитетом, но и первым номером как на поле, так и в раздевалке в окружении своих звездных партнеров. Ежи Дудек Польские вратари редко славятся надежной и вдохновленной игрой, но экс-голкипер Ливерпуля Ежи Дудек исключение исправил. Во время вошедшего в историю стамбульского финала Лиги чемпионов, гуттоперчивый вратарь творил самые настоящие чудеса. Во втором тайме отразил несколько опаснейших ударов, а в серии послематчевых пенальтий вовсе принес победу своей команде, отразив мощнейший удар игрока Милана Андрея Шевченко. Терштеген Одно время только ленивый не смеялся над глупейшими ошибками немецкого вратаря Барселоны Андреа Терштегена. Но время шло, а молодой второй номер сборной Германии продолжал оттачивать свое мастерство, и вот теперь он один из лучших на своей позиции. Им восхищаются, а видео нарезки с его невероятными сейвами набирают десятки миллионов просмотров. Икер Кассилиас Имя Икера Кассилиаса до сих пор не сходит с уст большинства Мадридского Реала, хотя их идол вот уже на протяжении нескольких сезонов защищает цвета португальского порту. Более 20 лет святой был стражем ворот королевского клуба и незаменимым первым номером в воротах сборной Испании. Благодаря хладнокровию и горючему сердцу, в 2010 году Красная Фурия впервые стала чемпионом мира, а сам Икер был признан лучшим вратарем того турнира и удостоен памятной золотой перчатки. Дэвид Дехея Футболист, успевший поиграть в двух сильнейших лигах мира и по праву носящий титул самого быстро прогрессирующего голкипера мира Дэвид Дехея. Испанец был куплен Манчестер Юнайтед на смену Эдвину Вандерсару, который завершил профессиональную карьеру в 2011 году. За 7 лет щуплый испанец Акреп и вот уже несколько сезонов подряд становится лучшим по показателю отраженных ударов в английской футбольной премьер-лиге. Гильермо Ачоа Самый недооцененный вратарь современности, мексиканец Гильермо Ачоа, почти всю профессиональную карьеру провел в клубах низших эшелонов. Однако после самоотверженной игры на чемпионате мира в Бразилии, о нем заговорили все. Именно его великолепные сейвы способствовали выходу его команды из группы. После чего в 1-8 финала Ацтеки упустили победу лишь благодаря невезению, которая настигла Мексику на последних минутах матча. В последние годы 31-летний Джохард никак не может выйти на прежний уровень, который он показывал, будучи игроком Манчестер-Сити. Однако переход в Бернли, возможно, способен реабилитировать карьеру некогда самой настоящей стены, которая и с Барселоной, и с Реалом оставалась надежной и не раз исправляла ошибки своих сокомандников. Мануэль Нойер Немецкий вратарь, который попросту изменил понятие о классической роли голкипера на поле. Выходы к центру поля, игра на грани, подстраховка центральных защитников – все это Мануэль Нойер – лучший вратарь чемпионата мира 2014 года. Пускай прошедший мундиаль для немецкой машины был провальным, но Ману до сих пор остается не только основным стражем ворот, но и капитаном немецкой национальной команды. Оливер Кан Синоним слова «стена» – Оливер Кан на чемпионате мира 2002 года был настоящим лидером своей сборной. Помимо непревзойденной игры, от гориллы исходила бешеная харизма и энергетика, которая прямым образом действовала на партнеров по команде. По результатам того мундиаля, Кан был признан лучшим игроком турнира и удостоен престижной индивидуальной награды золотого мяча мирового первенства. Тим Ховард Американец Тим Ховард, имеющий двойное гражданство, уже третий сезон будет защищать цвета Колорадо Репидс, выступающего в МЛС. В одно время бывший игрок Манчестер Юнайтед скитался в поисках команд, однако если на клубном уровне карьере Тима не позавидуешь, то на уровне сборной ему не было равных. Его бенефисом стал Мундиаль 2014 года, где Американец продемонстрировал всему миру удивительные чудеса реакции. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. И конечно же не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok